В Казани уверены, космос для каждого. Выставка с таким названием сегодня открылась в Музее социалистического быта. Ее приурочили к дате первого полета человека в космос. Среди экспонатов, которые некогда были дома у большинства граждан страны Советов, есть и уникальный, например, настоящий двигатель космического корабля. Удивлялась увиденному Маргарита Петрова. Фотографии первого космонавта отнюдь не главный экспонат. Максимум любопытства зрителей к настоящим космическим приборам. Это тангент от центрифуги. Кнопка на ней должна быть постоянно нажата. Если испытуемый ее отпускает, значит потерял сознание. А это двигатель с корабля РД-107. Казань неплохо постаралась для освоения космоса. Глушко работал здесь по созданию реактивного варианта Пе-2, для того, чтобы такой бомбардировщик мог уходить от вражеских истребителей. И узнав о том, что здесь работает Глушко по ракетным двигателям, Королев подал прошение, чтобы его перевели сюда. Впрочем, частичка космоса в советские годы была в каждом доме. Марки и значки, декоративные спутники и станции, пластмассовые ракеты и покорители бескрайних просторов Вселенной, заводные луноходы и ракеты. Это такая пневморакета. Нужен был обыкновенный велосипедный насос. Вот такой комплект. Ракета насаживалась сюда, на ниппель. Она накачивалась воздухом, и она улетала в ближайшие слои атмосферы, скажем так, в потолок квартиры, например. И именно для этого здесь вот такая резиновая, резиновый наконечник. Вошел космос и в быт. Например, приемник. Прокрутив земной шар, можно было настроиться на нужную волну. Прообраз — прибор с межпланетного корабля. С космической символикой выпускались часы электросветильники. Это радиола по форме напоминающая летающую тарелку 1960-х годов. Как тогда говорили, настоящее чудо техники. А вот этот экспонат уже из 19 века. Ступа. Вполне похоже на ракету. Убедиться, что космос для каждого в музее соцбыта предлагают до 15 апреля. Маргарита Петрова, Рамзельгарипов, ТНБ, Казань.